С соседями дружить трудно, особенно если общая ванная, кухня и коридор. В этом уверена семья Габдулиных. С 2011 года они вынуждены жить втроем в комнате размером 10 квадратных метров. В соседней живет совершенно чужой им человек, с которым ну никак не удается наладить контакт. Недавно конфликт даже вышел за пределы закона. Я шел в туалет, а он подошел и стукнул меня, не хотел меня опускать. И врачи, мы с папой, с мамой ходили ко врачу и сказали, что у меня сотрясение мозга. В дело вмешался участковый. К соседским воинам теперь причастна и полиция. Третья власть тоже давно вовлечена. Сосед подает на Габдулиных в суды регулярно. Было уже 34 иска. А все потому, что не могут поделить, кто должен делать ремонт. Он когда пишет во всей станции, куда только можно. Во всей станции. И главу никто ничего не может с ним сделать. Только разводит руками. Вот. Я узнал, что он написал снова как бы в этот водоканал, что мы незаконно, типа как незаконно поставили вот это все. И мы препятствуем все и мыться, и так далее, и так далее. Он бы хотя бы нам вернул вот эти вот все деньги, что вот мы потратили вот это на мойку, в туалете вот это все, там сантехник поменяли. Мы хотим, чтобы он нам вернул хотя бы половину. Обои отклеились, краска облупилась. Сосед закрыл свой холодильник на амбарный замок. Отключил плиту от питания. Теперь каждый греет еду на своей плитке. К согласию прийти они не могут, поэтому хотят, чтобы квартиру отремонтировать помогли городские власти. В общем, вот этот шкаф, вот который сзади, он мне на голову упал. Вот он вот здесь вот раньше висел, пришлось перевесить, потому что ему не хотелось отдавать в седьмом году деньги за ремонт. Но никаких, как говорится, действий со стороны правоохранительных органов по поводу этого не было, потому что они уголовное дело против него не возбудили, потому что у меня не было денег на адвоката. Поэтому ничего не произошло в этом плане. А власти тут не помогут. Квартира в собственности, а значит, бремя ее содержания на владельцах. Пусть даже те не в ладах. Собственник помещения обязан участвовать в ремонте данного помещения в той части, которая соразмерна той доле, которую он владеет в этой квартире. То есть, если один из сособственников, к примеру, произведет ремонт в данной квартире, он вправе через суд требовать компенсации за этот ремонт с другого собственника. Но только в том случае, если он сможет доказать необходимость этого ремонта, также он должен и уведомить другого собственника. То есть, здесь проблема достаточно серьезная. Вариантов у соседей немного. Примириться, договориться или судиться. Либо разъехаться. К сожалению, вопрос ремонта частной собственности не поможет решить ни омбудсмен, ни мэр, ни даже губернатор. Под программу улучшения жилословий Габдорина не подходит. В квартире прописана только мама, а проживают трое. Единственная надежда на правоохранителей. Если факт нанесения травм ребенку будет доказан, сосед сменит ненадолго место жительства. Мария Смирнова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.